Хочу я быть ближе, ближе к тебе, пусть небо реальностью станет моей, хочу я услышать песни небес. Когда пастор Михаил молился за всех, кто первый раз на его школе, я почувствовал, я чувствовал эту силу, легкая такая сила, как будто невесомость, она коснулась меня, ни давления, ни удара, просто легкая сила, которая легко настолько меня опустила, тело стало легкое совершенно, свободное, как будто я родился заново, ощущение. Ты каждый день молишься в таких сильных, в таком присутствии силы Духа Святого. Я начала понимать, что мне казалось, я на самом деле не работаю, я человек посвященный Богу, Слову, в проповедях, в молитве, но все равно это не то, потому что я здесь увидела, у меня, ты начинаешь духовно слышать, ты начинаешь видеть духовно, у тебя глаза раскрываются именно духовно, и это очень важно. Ты велик, кто достоин, кто сдравнится, кто сдравнится, кто сдравнится. И когда вы первый раз за меня поможились? Я туда лежал. Серьезно, какого было? Я был в трону в зале. Угу. Как воск растает горы перед лицом его, Силы тьмы трепещут перед именем того, Кто вознесен на Ксении, Вы в умершем воскрес, Кто сможет устоять, верить... Вы должны одно понять, Как вы на себя смотрите, Такими вы и проявите. Вы должны понимать, что вы сверх супер человек, Вы новое творение, Вы не человек должен. Вы Бога человек, Вы Бога человек, Который проявляет природу Отца на этой земле, И вы как посол, Вы как амбассатор его славы на этой земле. И физически Бог оселил меня. Постараюсь. Я вон шла для молитвы, Но не дошла, Бог коснулся на меня. То, что здесь происходило, Такое Боже помазание. Бог исцелил. У меня болел очень долго яичник, И он исцелился. Я уже не болею там. Что я, значит, ощутил? У меня полностью прошла вот эта вот, Скажем так, Нога моя полностью исцелил. Господь исцелил. Да. Полностью исцелилась и голова. То есть никаких болей там больше нет. А как долго у вас это было? Наверное, года три-четыре. Молодец. Давайте прославим. Потом, когда еще раз помолился за меня пастор Михаэль, Я не чувствовал своего тела. Но тело, оно вибрировало. И я не понимал почему. Почему не с живота. Но я понял, почему Господь мне объяснил. И Дух, Он начинал подниматься на мне. И это происходило уникальным образом, Когда ты просто отдаешься Богу полностью, И ты даже не владеешь своим телом. Я никогда такого еще не чувствовал. Только на прошлой школе Еноха, когда он видел Иисуса. Этот ребенок убедил Иисуса на прошлой школе Еноха. А что ты чувствуешь? Ты видела Иисуса? Что сейчас переживаешь? Сейчас особую любовь и видела золотые блестки. Золотые блестки. Это атмосфера ангелов процветания. Вчера, кстати, я забыл сказать. На балконе стоял человек. Я думаю, что там делает человек. И он потом исчез. После этого я обнаружил тысячу под своими телефонами. Это вчера. Я забыл сказать. И что Господь все-таки начал делать или делать? Освобождение раз. Что еще? У меня в течение недели, наверное, даже больше, сильнейшие головные боли были. В том году тоже было это. Не длились три недели. Никак это пройти не могло. Более-менее это как-то успокоиться начало. В этот раз перед приездом сюда целый день сильнейшие головные боли были. И вчера, во-первых, у себя головная боль ушла. А во-вторых, обещание было, что это больше не будет. Слава! 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 Тебе Господь! Царство не представляется всей с вами. То есть это не просто рассказать Иисусе. Это я ведь Иисусу. Апостол Фавел сказал, и проповедь моя, и слово мое не в словах человеческой мудрости, но в явлении силы и духа. Это то, с чего началась церковь. Она не началась просто с прославлений или собраний. Она началась с потрясения и огневых языков на апостоле. Это то, что является базой церкви. «Это слово!» Иисусе — это с jon. Слово! Субтитры создавал DimaTorzok